МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok В политике Кабинет министров находился в поиске правильного баланса между экономией в условиях кризиса и созданием бюджетных стимулов для возобновления экономического роста. При этом правительство не стало пропорционально сокращать все статьи расходов. Мы не стали проводить пропорциональное сокращение по всем статьям, хотя такие предложения, естественно, были. Оптимизация расходов была аккуратной. В первую очередь сокращались те направления, которые характеризовались низкой эффективностью. Эта работа еще не завершена. В каждой статье расходов есть резервы для повышения их результативности и более экономного достижения целей. Нам удалось избежать и корректировки бюджета 2016 года, хотя в начале года это казалось неизбежным. Поправки в бюджет, весеннюю сессию мы вносить не планируем. Эти задачи мы решали параллельно с необходимостью удержать дефицит бюджета в разумных пределах, стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и контролировать инфляцию. Получилось удержать дефицит бюджета в разумных пределах и контролировать инфляцию. За год рост цен опустился ниже 8%, что сопоставимо с паскризисным 2010 годом, когда отечественная экономика начала расти после длительного спада. В новых экономических условиях шок испытала промышленность, отметил Дмитрий Медведев. Для поддержки экспорта и импортозамещения реализовывался план первоочередных мер по обеспечению устойчивого роста экономики. С его помощью мы смогли не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта. Эта структурная реформа остается для нас важнейшей в ближайшие годы, вне зависимости от того, что будет происходить со всякими санкциями и так далее. Нам нужны нормальные российские товары, причем конкурентоспособные. Нам в целом нужна конкурентоспособная промышленность. Особой гордостью стало сельское хозяйство. По итогам прошлого года сельскохозяйственная отрасль показала рост 3%. Положительная динамика развития сельхозпредприятий как по финансово-экономическому состоянию, так и по производственным показателям в прошлом году, отмеченные в Нейнском округе. В 2015 году объем государственной поддержки всех уровней агропромышленного комплекса региона вырос по сравнению с 2014 годом на 56% и составил 708 миллионов рублей. Это привело к увеличению доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе на 17%. Сейчас из 32 организаций лишь 5 являются убыточными. В двух основных отраслях сельского хозяйства региона оленеводстве и молочном животноводстве по итогам 2015 года наблюдается рост производственных показателей. Валовое производство мяса оленей на живом весе по итогам 2015 года выросло на 41% и составило более 2700 центнеров. Увеличился и объем произведенной оленины. Российским сельхозтоваропроизводителям впервые за многие годы удалось обеспечить рынок мясом и мясной продукцией. Кроме того, удалось наростить экспорт. Произошло это в том числе благодаря беспрецедентному нашему, кстати, с вами решению общему о поддержке, государственной поддержке сельского хозяйства. На развитие села было направлено 222 миллиарда рублей. Это хорошие цифры. Поддержкой мы обеспечим аграриев и в этом году в сопоставимых объемах. Еще хочу сказать, с учетом того, какое вообще значение для нас имеет сельское хозяйство, сохранение высоких темпов развития сельского хозяйства, я принял решение о создании большой комиссии правительства по вопросам агропромышленного комплекса, которую возглавлю сам. Кроме того, строили и ремонтировали дороги. Всего в 2015 году приведено в порядок более 3000 километров дорог регионального, местного и федерального значения. В 2015 году беспрецедентные средства были направлены на строительство и ремонт дорог в Нейнском округе. Почти полтора миллиарда, из них 372 миллиона из федерального бюджета. Всего было построено более 5,5 километров дорог, отремонтировано 19,5 километров. Федеральные средства направлены на строительство четвертого участка автодороги Нарин-Марусинск. Эти работы рассчитаны на три года с 2015 по 2017. Кроме того, в прошлом году в России, отметил Дмитрий Медведев, модернизировано 8 аэропортов, начата работа еще в шесте. Внутренний пассажиропоток увеличивается. В прошлом году он заметно превысил международный, по понятным причинам. Правительство продолжит принимать меры, чтобы цены на билеты оставались доступными. В 2015 году для этого было реализовано 5 программ субсидирования из федерального бюджета. Кроме того, для внутренних авиаперевозок была установлена ставка НДС в 10%. Аналогичная ставка налога на добавленную стоимость была установлена и для дальнего железнодорожного сообщения. А для пригородных пассажирских перевозок, напомню, НДС и вовсе установлен в размере 0%. В результате мы не допустили резкого роста цен на билеты. Впрочем, любая помощь реальному сектору окажется неэффективной, если в стране не будет по-настоящему свободного предпринимательства. И отсюда третье направление работы правительства, связанное с развитием делового климата. Хотя экономически страна переживает тяжелые времена, правительство помнит о тех, кому сейчас непросто. Например, многодетные семьи. Так решено продолжить программу по единовременной выплате из материнского капитала на 2016 год. На это потребуется около 50 миллиардов рублей. Кроме того, многодетным семьям могут предоставить особые условия для покупки жилья. Кабмин в текущем году продолжит реализацию программы господдержки ипотеки, которая позволяет приобретать жилье на первичном рынке по ставке не выше 12% годовых. Все без исключения намерения и действия правительства связаны только с желанием сделать жизнь граждан страны лучше и занять достойное место в мировой экономике. Мария Владимирова, Телеканал «Север». Какие проблемы существуют на селе и как обеспечить округ своей сельхозпродукцией? На эту тему дискутировали участники предварительного голосования партии «Единой России», один из которых станет кандидатом в депутаты Государственной Думы. Своё видение развития региона участники представили на первых дебатах, которые состоялись в Тельвиске. Строительство дороги на Ринмарусинск как главной транспортной артерии региона. Эту задачу Виктор Кмит считает приоритетной для депутата Государственной Думы от Ниницкого округа. Трасса позволит в том числе и развитию сельского хозяйства. Меня беспокоит лично рыбодобыча. У нас получилось так, что на Печоре определилась определенная монополия одной организации. Это первая проблема. И вторая проблема в том, что у нас не хватает машинсей по переработке. Вот первым законом, который я бы взялся сделать в Госдуме, если мне доверят, это, конечно, как-то урегулировать эти вопросы по рыбодобыче и рыбопереработке. Подъем сельского хозяйства считает первостепенной задачей и Анатолий Курленко. Опытный предприниматель на себе испытал все особенности ведения бизнеса в северных условиях, а потому предлагает поддерживать окружных фермеров преимущественно федеральными субсидиями. Только тогда можно будет говорить о масштабах фермерского животноводства и наполнении окружного рынка местной продукцией. Жители, которые проживают на своей территории, они должны потреблять также свои продукты, которые выращены в условиях Крайнего Севера. То есть это способствует и долгожитию, и вообще для здоровья полезно. Матвей Чупров видит проблему окружного сельского хозяйства в недостаточной поддержке оленеводов, в частности, относящихся к коми-ижемцам. Также, по мнению депутата Архангельского областного собрания, необходимо обновить законодательную базу, регулирующую жизнь на Крайнем Севере. Это поможет улучшить благосостояние жителей округа. В этом вопросе с ним соглашается Екатерина Бурдикова. Председатель общественной палаты Ненецкого округа ставит перед депутатом Госдумы от Ненецкого округа несколько задач. Считаю необходимым повысить важность внимания проблемам сельского хозяйства в Ненецком автономном округе. И для этого обеспечить благоприятную социальную сферу, создать рабочие места, развивать инфраструктуру, в том числе дороги и авоперевозки. Сергей Коткин считает, сначала необходимо принять комплексную программу развития Арктической зоны России. Она позволит охватить все сферы жизнедеятельности региона. Чтобы отстоять свою позицию и защитить интересы Ненецкого округа на федеральном уровне, необходимо уметь отвечать на вопросы и владеть ситуацией. Именно для этих целей каждый участник праймерис должен принять участие не менее в двух дебатах. Чтобы каждый кандидат показал, как он может отвечать на вопросы, как он может держать удары, даже самое элементарное, своих коллег от одиноросов. Потому что если даже на дебатах он не способен дебатировать, аргументированно отвечать на вопросы, маловероятно, что он что-то может решить и в Государственной Думе. Поэтому для этого мы и проводим, чтобы жители округа увидели воочию, что представляет из себя каждый кандидат. В ближайшее время выслушать мнение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы смогут жители посёлков Красное и Искателей. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 5,5 миллионов рублей. Где найти такие средства в условиях дефицитного бюджета? Речь идёт о финансировании, изготовлении и установке надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Благотворительные акции в помощь ветеранам, воспитанникам детского дома и многодетным семьям. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 5,5 миллионов рублей. Где найти такие средства в условиях дефицитного бюджета? Перенести расходы на следующий год или, вопреки всем сложностям, найти источники финансирования? В собрании депутатов Ненецкого округа обсудили вопрос, который, по мнению многих участников заседания, не должен даже обсуждаться, а должен быть принят к исполнению. Речь идет о финансировании изготовления и установке надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Дело важное и нужное, ведь на весах бесценная память о подвиге наших предков. Но вся загвоздка в том, что в бюджете региона на 2016 год такой статьи расходов не запланировано. Ирина Сепетова продолжит тему. Работа по изготовлению и установке надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий за счет бюджетных средств началась в 2014 году. Тогда была создана рабочая группа, которая занималась разработкой соответствующего постановления. Сложная и кропотливая работа шла активными темпами. Родственники павших воинов и работники муниципальных образований собирали необходимые документы, вспоминает Вячеслав Карипанов, председатель окружного совета ветеранов. За два года в округе было установлено 442 памятника. В 2015 году на эти цели направили более 6,5 миллионов рублей. В 2015 год, в октябре месяце, мы узнаем о том, я имею в виду окружной совет ветеранов, что данный вопрос или данные обязательства округа на 2016 год не запланированы. Мы сразу стали обращаться, может быть это наша ошибка, в устной форме считая, что вопрос может без всякой письменной волокиты еще решиться. Нам были даны заверения, начиная от первого заместителя главы администрации и кончая советниками губернатора по социальным вопросам о том, что вопрос данный будет решен и обязательно решен в 2016 году в том объеме, который существует. Несмотря на все разговоры и обсуждения, финансирование изготовлений и установки надгробий в бюджет 2016 года не внесли. Причина – отсутствие заявок муниципальных образований. На 2016 год расходные обязательства в бюджете были не предусмотрены. На момент формирования бюджета 2016 года достоверно полной информации о потребностях и таких надгробных памятниках не было представлено муниципалами. По словам Светланы Каневой, в октябре 2015 года было принято постановление, согласно которому расходы на эти цели предусмотрят только в 2017 году. Писок уже формируется. В нем более 188 имен павших воинов, захороненных на территории НАО. Цена вопроса – 5,5 миллионов рублей. Вот только общественников и многих депутатов окружного парламента такая отсрочка не устраивает. Не упускать год и найти средства на финансирование важного мероприятия – так решили участники постоянной комиссии по социальной политике. Изыскать средства предстоит уже в самое ближайшее время. Вариантов несколько. Первый – средства, которые выделяют компании-недропользователи на социально-экономическое развитие региона. Так неужели 6 миллионов? Оттуда нельзя этих денег найти? У всех возникает вот такой вопрос. Не надо нигде где-то ничего не сокращать, вычеркивать, изменять и прочее. Вот отсюда 6 миллионов, понимаете? 6 миллионов. Второй вариант – вынести решение этого вопроса на июньскую сессию, когда депутаты будут принимать очередные поправки к бюджету. Третий – организовать изготовление и установку надгробных памятников на средства грантов. Все эти предложения будут рассмотрены, решения примут в ближайшее время. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Весенняя неделя добра». На ее рамках молодежные активисты из волонтерских организаций, общественных объединений и Советов старшеклассников Нарьинмара и окруженных поселков проводят благотворительные акции в помощь ветеранам, воспитанникам детского дома и многодетным семьям. В этом году в мероприятиях ежегодной общероссийской добровольческой акции будет задействовано более 300 человек в 10 муниципальных образованиях региона. В программе недели – мероприятия по благоустройству в населенных пунктах округа, подготовка мемориалов и памятниках участникам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы. Выездные мероприятия волонтеров, социальные учреждения, дом престарелых и детский дом, акции по поддержке питомника для животных. Желающие присоединиться к весенней неделе добра 2016 могут обратиться в региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Черноморское побережье, Кавказские минеральные воды и средняя полоса России. Традиционно отдохнуть летом смогут дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 658 детей и их родители отдохнут этим летом в санаторно-курортных организациях. Именно столько путевок приобретено отделением социальной защиты в рамках закона о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненинском округе. В этом году жители округа отдохнут в санаториях Черноморского побережья, Кавказских минеральных вод и средней полосы России. На сегодня отделение социальной защиты закупило 658 путевок мать и дитя. Однако выделенные из окружного бюджета средства позволяют увеличить количество путевок до 10%. При наличии свободных мест это позволит дополнительно направить 81 человека. В этом году путевки закуплены в три курортные зоны России. На Черноморском побережье отдохнет наибольшее количество жителей округа. В санаторий «Дилуч» закуплена 531 путевка. Кроме того, дополнительно опубликован открытый конкурс на приобретение еще 160 путевок в Черноморской зоне. Санаторий «Юность» в Кавказских минеральных водах примет 85 отдыхающих. В средней полосе России в санатории Метина восстановят силы и здоровье 42 человека. Стоимость путевок по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Отдых одного человека на курорте Черного моря обойдется в 56 280 рублей. Это на 1% выше прошлогодних показателей. Путевки на Кавказские минеральные воды и в среднюю полосу России стоимости не изменились – 46 200 и 54 390 рублей соответственно. Традиционно отдохнуть летом смогут дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году мы немного пересмотрели, куда их направить, чтобы им было еще и предоставлено лечение. Запущены торги, Кавказские минеральные воды. На сегодняшний день у нас поступило заявление на детей 239 из сельских населенных пунктов – 119 детей, город и поселок Искатель – 120, то есть 50 на 50 лет. В региональном бюджете на эти цели в 2016 году предусмотрено более 21 миллиона рублей, что соответствует уровню прошлого года. Финансирование предусматривает оплату путевок в детский лагерь и проезда к месту отдыха и обратно. Детей из отдаленных населенных пунктов доставят в Нарьенмар заказными бортами вместе с сопровождающими. Во время нахождения в окружной столице школьники будут обеспечены местами в гостинице и горячим питанием. Также в этом году сохранено право на компенсацию по самостоятельно приобретенным путевкам для детей в возрасте от 4 до 9 лет. На компенсацию в окружном бюджете запланировано 4,5 миллионов рублей. На каждого ребенка предусмотрена компенсация в размере 30 тысяч рублей, на родителя – 15 тысяч. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...